Сотрудники МЧС отправились в рейд к любителям БУ вещей. Такие коллекционеры не только нежеланные, но и опасные соседи. Хлам, который собирают омечи в своих домах и квартирах, легко воспламеняется и быстро горит. Впрочем, сами коллекционеры не спешат расставаться с добром, нажитым непосильным трудом. Подробности в нашей рубрике в рейд. Ольга Пупышева Для бессонницы у Ольги есть причина – строительство нового дома. Нет, ее прежнее жилье не сгорело, не разрушило от землетрясения и не смыло водой. Ольга его просто хорошо спрятала, а вот под этой грудой тех самых нужных вещей. Вы даже дом строите, да? Зачем я мусор несу? Потому что у нас болото. Как вы этого не понимаете? У нас болото. Я женщина, строю сама. К Ольге уже не раз приезжали КАМАЗы, чтобы расчистить двор, вывезти мусор. Жильцы переживают, что если случится пожар, то все накопленное за годы богатство сгорит в считанные секунды. Сотрудник МЧС напоминает запасливой женщине о мерах пожарной безопасности. Вот только надежды на то, что она их будет соблюдать, практически нет. Мы прощаемся с Ольгой. Она возвращается на стройку уже проторенной дорожкой. Уходя, приглашает на новоселье. А в этом доме двери открыты для всех последние три года. Собственника на месте нет. Но его друзья-собутыльники чувствуют себя как дома. Мужчины спят и, похоже, даже не удивляются приходу сотрудников МЧС. По данным МЧС, владелец строения нигде не работает. Из дома давно все вынесли. Взамен Виктор принес с улицы старую одежду, доски, детские игрушки, книги, нерабочую технику. В общем, все, что нашел. И эти вещи не для обустройства быта. Для розжига. В доме нет света, воды и тепла. В этой квартире на девятом этаже живет Евгения. Правда, не одна. Частые гости – бомжи, обитатели ближайших помоек, рассказывают соседи. Однако сейчас никого нет дома, где хозяйка и ее сожители никто не знает. Впрочем, их отсутствие только радует соседей. Ведь Евгения вместе с приятелями сжет костры прямо в комнате. Греется или разогревает ужин. Поэтому пожары здесь происходят часто. Последний был две недели назад. Последний вот такой инцидент был. Мы называли пожарным. То есть, получается, они что-то там жгли. Вот, вначале мы боялись, как бы там ничего не взорвалось. Газ уже лет шесть как бы на них все перерезали. Такие люди, так называемые хламьевщики. Опасные соседи. Груды мусора – дополнительная угроза при пожаре. Инспекторы МЧС навещают таких жильцов каждый месяц. Единственное их оружие – профилактика. Данные собственники жилья несут большую угрозу. Как общественность, так и для себя лично. В связи с тем, что они не выполняют основные элементарные требования пожарной безопасности. Что может привести не только к пожару, но и к гибели людей на данном участке. С данными жильцами проводились неоднократные обучения данных лиц. То есть, проводился инструктаж. Скоро зима. На это значит, что такие, как Ольга, Виктор и Евгения, чаще будут разводить костры у себя дома. Наш сюжет – не повод для иронии. Стихия забирает не только вещи, но и человеческие жизни. В этом году на пожарах погибли 126 человек. Из них 14 детей.